Константин Тинин взял удочку в руки в возрасте 9 лет, с тех пор, что называется, заболел этим навсегда. В зрелом возрасте увлекся рыбалкой спортивной. Сейчас мастер спорта. Но говорит, дело не в медалях, не в кубках. Соревнования учат простой истине. Рыба есть везде и всегда. Главное настойчивость и внимание к деталям. Когда вот спортсмены едут рыбачьи, для них дело принципа, когда давление высокое поймать, или ветер не тот, или еще там что. Сначала Константин повез нас в свое любимое место в Обских Заводях, но оно оказалось затопленным. Тогда решает отвезти новичков на протоку рядом с Затоном. Правда, отдыхающий жалуется, не клюет. Но взгляд профессионала примечает затопленный куст. Зачастую именно в таких местах ждет рыба самого разного калибра. Константин решает, забрасывать будем туда, но сначала рыбу надо прикормить. Для первого прикорма, я думаю, достаточно. Скажу честно, это первая рыбалка в моей жизни. То, что для бывалых азбучная истина, для такого чайника, как я, в новинку. От подбора снастей до наживки. А парыша, например, надо крепко взять за узкую часть. Он замер, и все, и прям в самый уголочек продеваем насквозь. Главное, себя тоже вместе с ним не надеть. Да, прекрасно. К изумлению других рыбаков, спустя считанные минуты, Константин начал вываживать одну за другой серебристых юрких рыбешек. Говорит, для хорошей рыбалки даже городскому жителю не надо далеко ходить. От города на расстоянии 7 минут езды, да, от речного вокзала, здесь мы спокойно можем половить уклею, чебака. Когда будет интересовать гастрономический размер, мы поедем прям на опь непосредственно. Она в трех минутах от города, и мы будем ловить там леща, судака. А вот и моя золотая, точнее серебряная рыбка попалась на крючок. Не поверите, но это первая в моей жизни пойманная рыба. Маленькая, но своя. Уклея, да? Уклейка. Уклейка. Рыбка, пояснили мне, отлично пойдет на бульон для ухи, но выпускаем. Ведь главное для нас сегодня получить максимум удовольствия. Константин говорит, секрет хорошей рыбалки прост. Не надо гнаться за количеством добычи, а наслаждаться процессом. И лучше делать это не на несколько, как многие, а на одну единственную удочку. Если вы рыбачите на одну удочку, вы никогда не просмотрите поклевку. Никогда не просмотрите, как птицы летают над вашими головами. И в результате вечером вы будете настолько довольны своим проведенным днем, что дома от вас будут только положительные флюиды. Илья Кочетков, Николай Шилко. Наши новости.